МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Российский сухогруз Арктик-Си". Его история напоминает остросюжетный детектив, в котором есть место и пиратам, и большой политике, и конспирологии. Посудите сами. Сначала на Арктик-Си в Балтийском море нападают бандиты, потом судно исчезает, а через месяц оказывается в железных объятиях российских силовиков. Прошло почти 5 лет, но вопросов в этой истории до сих пор гораздо больше, чем ответов. В Атлантическом океане пропал сухогруз Арктик-Си, на борту которого находятся россияне. Эта новость прозвучала в эфире 8 августа 2009 года. Взяла и исчезла судно. Где? В водах Европы. Это само по себе чрезвычайнейшее происшествие, скажем. 22 июля 2009 года Арктик-Си принял груз и отправился в регулярный рейс из Финляндии в Алжин. На борту 15 членов экипажа и почти 7 тысяч кубометров пиломатериалов. Так было написано в судовых документах. В порт назначения, алжирский город Беджая, судно должно было прибыть через 2 недели. Арктик-Си – это сухогруз, строительство Турции, строился во времена Советского Союза, как сухогруз. Потом плавал под чужими флагами. Это было тогда модно – поднять чужой флаг, чтобы не платить своим налоги. Судно принадлежало финскому гражданину, ходило под мальтийским флагом. Единственная команда была российская, большей частью, точнее, практически все. Но банальный уход от налогов показался бы скучнейшей аферой по сравнению с теми событиями, которые закрутились вокруг судна на третий день после начала плавания. В районе острова Готланд это судно перехватили, как сначала говорили, шведская полиция, а потом стали говорить, что на борт поднялась не шведская полиция, а какие-то непонятные люди, которые попросили спасти их с резиновой лодки. Когда они поднялись на борт, они достали оружие и стали командовать на этом судне, куда идти и что делать. Специальные формы, маски, на лицах вооружения и на спинах были надписи «Полиция». То есть первично они думали, что это полицейская операция, а в последующем, когда были применены физическая сила в отношении них, а также в последующем и угрозы убийством, они поняли, что данное судно захвачено именно пиратами. Неужели и вправду пираты? Члены экипажа сообщили о захвате родственникам и владельцам судна только через три дня. А вскоре их связь с Большой Землей прервалась совсем. Арктик-Си исчез. На радарах проследить судно нельзя. Ну что радар? Ну радар, ну хорошо, ну 20 километров, ну 30 километров. Ну все, ну за линией горизонта радар-то не берет его ничего, все. Со спутниковыми какими-то там приборами сейчас только супербольшие корабли ходят. Ну такие вот, знаете, такие монстры огромные. Они, да, они не пропадают. А какой-то сухогруз непонятный, ну конечно пропал. Известный музыкант Виктор Рыбин, владелец собственного судна. Неудивительно, что лидера группы Дюна интересует все, что связано с этой сферой. История с пропавшим сухогрузом сразу привлекла его внимание. Под полицейским каким-то, под полицейской проверкой, не только у нас, а в других странах, тем более в других странах, может просто возникнуть какое-то специально запланированное вторжение для собственности, чтобы ее отжать или просто кому-то она мешает еще что-то. Начали выяснять, кто рискнул напасть на судно. Версий было несколько. Сразу стало ясно одно. Захватчики опытные и прекрасно подготовленные. Они рядовали помещение школы, где построили макет корабля. Они тренировались в плане высадки на судно с воды. Изучали данное судно, изображенное схематично, по месту нахождения тех или иных полуг и кают. То есть, чтобы уже в момент захвата не было ошибок, не было лишних движений. Но все это выяснится уже потом. А на следующий день, после того, как пропала связь с судном, береговая охрана Великобритании засекла Арктик-Си в проливе Ла-Манш. Еще через сутки сухогруз отметился в Бискайском заливе у берегов Франции. К тому времени от хозяина судна уже поступило заявление о пропаже. Арктик-Си был объявлен в розыск. Дело Арктик-Си стало беспрецедентным и в истории мировой юридической практики. Впечатляло количество стран, одновременно заинтересованных в расследовании этого преступления. Очень быстро, в несколько этапов, пятью иностранными государствами была создана официально совместная следственная группа. Это была уникальная и, в первую очередь, единственная в мире ситуация, связанная с пиратством, и непосредственно с пиратством, с квалификацией деяния людей как пиратства. И тем, что они были застегнуты при совершении преступления, не находясь в водах, в нейтральных водах. Спустя почти месяц после исчезновения, Арктик-Си был найден у берегов африканского государства Кабо-Верде. Моряки этого судна с большим вспоминают удовольствием, как пираты начали срывать с себя маски, бросать за борт свои автоматы, когда поняли, что показался русский военный корабль, стажевой корабль ладный, и они поняли, что игра закончилась. На борту, кроме экипажа, были еще восемь человек. Те самые захватчики. Джентльмены удачи. Основные люди были всесудимые, кто-то не один раз. Причем, самое интересное, что отслеживалось, что в основном они только освободили. Нарушителей спокойствия этапировали в Россию и вскоре осудили. Сроки тюремного заключения от 8 до 12 лет. Нападая на корабль, пираты бросают вызов целому государству. Неужели стоит делать это ради какого-то судна с древесиной? Но важен не только сам факт захвата, но и весь тот шум, что был поднят вокруг пропавшего сухогруза. Пираты 21 века. Кто они? Идейные авантюристы, которые применяли бытовую рутину на опасные приключения в дальних странах? Или неудачники, которых рыночная экономика оставила за бортом и заставила промышлять откровенной уголовщиной в надежде свести концы с концами? Им заплатили деньги, а не напали. Вот и всё. Это флебустьеры. Это заказ. Заказали – напали. Сегодня это те же гастарбайтеры, нелегально работающие на чужой территории. Только профессию они выбрали далеко не мирную. Бандитизм. Если сомалийские пираты вдруг нападают на какое-то судно, то они не просто так нападают на какое-то судно. Им нападают по наводке международного синдиката. И в этом международном синдикате обязательно будет пара разведчиков, которые представляют интересы такой-то страны. Осталось выяснить главное. Кто заказчик преступления? И зачем ему пиломатериалы, которые якобы перевозил Артик-Си? Везли крылатые ракеты, загруженные ещё в России, под Сосновым лесом, для Ирана. Или ПВО-комплексы. Это одна из самых популярных версий. Особенно много о ней писала западная пресса. И это неспроста. Так считают некоторые отечественные эксперты. Есть чёткое убеждение, что это была именно провокация с целью отравить взаимоотношения нашей страны с соседями по Балтике, с соседями по Западу. Да и просто нанести ущерб именно российским и международным отношениям. Это Михаил Войтенко. Главный редактор специализированного морского сайта. Он первым сообщил о пропаже судна. А потом якобы бежал из страны. Сегодня скрывается в Таиланде. Я бы не стал эту историю раздувать, но тут выходят на связь родственники одного из семи экипажа. И говорят, вот так и так. Судно пропало, связи нет. Недели нет никакой связи. Не знаем, что с ними. Михаил, помогите. Ну, вот после этого я дал новости. Вот после этого вся эта история началась. Вот месяц дурдома. И очнулся я уже в Таиланде. Войтенко не рассказывает, от кого ему приходится скрываться. Да и вообще каждый раз подчеркивает, просто дал информацию. История с сухогрузом. Сначала не показалось ему сколько-нибудь примечательных. В большинстве случаев экипаж вообще не знает, что он перевозит. Особенно, если вещь идет о перевозках в контейнерах. Сухогруз. Там можно спрятать и чего, и вообще. В принципе, надо сказать, что контрабанда оружием – это такой же бизнес, как и любой другой бизнес. Нет сомнений, что о настоящем грузе «Артик-Т» узнали те, от кого это тщательно скрывалось. Иначе откуда бы взялся повышенный международный интерес к небольшому судну. Если они действительно везли эти комплексы ПВО, то, в принципе, у Запада были все причины узнать, а что же они там везут. Потому что Иран для них – страна такая, которая вызывает, как у быка, на красную тряпку. И допустить то, чтобы в Иране появились наши комплексы ПВО, наиболее эффективные против их авиации, они не могли. По этой версии, израильские спецслужбы организовали постановочное пиратское нападение на судно. Спектакль пришлось разыграть для того, чтобы осмотреть трюмы «Артик-Си». Причем сами пираты были не в курсе настоящей цели своей преступной миссии. Я думаю, что до конца суть данной операции знал только заказчик. Впрочем, все это – как раз-таки догадки западных экспертов. Основная версия следствия совсем другая. Главное действующее лицо в ней – некий Эрик Кросс. Эстонский предприниматель, близкий к спецслужбам. Он хотел наладить в Атлантике охранный бизнес. Эрик Мирис Кросс хотел руками данной организованной группы захватить данное судно и тем самым предоставить своим охранным структурам возможность в дальнейшем осуществлять охрану судов, проходящих по тем еженым курсам в Мировом океане и обеспечивать безопасность прохождения судов. Заодно Кросс планировал получить выкуп, но не сложилось. Когда они захватили судно, они не, ну, по, так скажем, суматохе, они оставляли средства связи. И у кого-то остался телефон сотовый из команды, которые смогли все-таки смс-ки писать. После суда пиратов полностью лишили контактов с внешним миром. Что только добавляет истории загадочность. Естественно, это вызвало очень много, скажем так, сомнений, домыслов и всего остального. По сложившейся практике, обычно после освобождения судно от пиратов, данные злоумышленники передаются государством прибрежной зоны, чье уголовное право, в принципе, позволяет расследовать данное преступление. Сам факт захвата такого судна такими людьми, он невольно напрашивает, да, для чего и что это было. Поэтому необходимо было проверить все. Я сам проводил осмотр, поэтому каждый уголов был проверен. Именно как раз, чтобы вот это опровергнуть, что действительно они ничего не перевозили, и ничего там другого, кроме того леса, который был загружен в нем, не было. В западной прессе по-прежнему обсуждают версию о запретном грузе судна. И это неудивительно. Оружием торгуют все. У каждой страны есть свои скелеты в шкафу. Вот если вы возьмете Соединенные Штаты Америки, то они грешат ровно тем же. История с захватом Арктик-Си, что называется, закончилась в ничью. Международного скандала не вышло. И только пираты на нарах расплачиваются за большую политическую игру. Показания экипажа свидетельствуют. Нападение на Арктик-Си организовал бывший глава службы внешней разведки Эстонии Эрик Нилис Кросс. Интерпол отказывается выдать его России. Судя по всему, за Эриком Кроссом стоят какие-то более могущественные силы. Может быть, позже мы узнаем, какие именно. Субтитры создавал DimaTorzok